«Полагаю, ты должен дать им имя», — произнес наставник. Когда-то давно, скорее всего, в прошлой жизни, он был человеком, но те времена безвозвратно прошли. Сейчас злой инженер являлся одной из четырех темных тварей, официально признанных Церковью Света очищенной. Обращенной, сумевшей выйти из-под контроля темного бога Скрона. Тем не менее, от прежней сущности в злом инженере осталось многое. Прежде всего, аура, проявляющаяся в виде темного тумана. Извечно хмурый вид, дрянное настроение и неизгладимое желание доминировать над всем и всеми. Можно, конечно, добавить еще садистские наклонности, но с этим, как мне кажется, наставник родился. «Зачем? Это же просто оружие», — ответил я, поднимаясь с земли. Хотелось на ком-то сорваться, но мне удалось сдержать эмоции. Все сбегающиеся к нам со всей арены в ожидании халявного лечения значительно превосходили меня по силе. В магической академии Заракской империи учились избранные. Дети высшего сословия, родители которых ничего не жалели для своих чад. Усилители, дарующие небывалый прирост физических параметров, превращали юношей и девушек в настоящих монстров. Что говорить, если моя напарница, Карина Фарди, с легкостью жала от груди штангу весом в сто двадцать килограмм. Двадцатилетняя девушка с фигурой наложницы из любовных романов. «Лечение отменяется», — громогласно произнес злой инженер, не сводя с меня тяжелого взгляда. «Просто оружие! Ты назвал свои катары простым оружием? Подъем, Салабон! Полоса препятствий сама себе не пройдет! Фарди, хватит валяться! Встала в планку! На одной руке балда! Второе за спину! Менять каждую минуту! Макс, твою скро на душу! Еще раз упадешь, будешь стоять рядом с напарницей! Ты должен брать и эти маятники! Вперед, бездарь!» Вот так и проходили мои тренировки. Под постоянные, подбадривающие и местами мотивирующие выкрики наставника. Видимо, нужно пару слов рассказать о себе, чтобы описать общую задницу, в которой мне суждено было очутиться. «Я смертник по кличке Макс. Родом из славного воронского рода Валевских. Бывшего рода. Потому что официально его больше не существовало. Герцог Адаевский подставил мою семью. У меня в этом не было ни малейшего сомнения, после чего всех казнил. Причем без суда и следствия. Хотя по бумагам, как мне сказали, все было чисто. Даже император одобрил такую показательную порку одной, никому не нужной семьи, чтобы вся остальная империя поняла. В этом мире лишь единицы имеют право. Мне, если можно так сказать, повезло. Вместо эшафота меня определили в особую касту смертников. Качественный состав этого сообщества был весьма специфическим. Убийцы, насильники, казнокрады. Просто неугодные высшим чинам лица. Но даже здесь, среди отребий, люди разделились на две ветки. Тех, кто владеет магическими камнями, и всех остальных. Я попал в первую группу. И меня на шесть месяцев определили в академию для учебы. Дабы я пожил чуть дольше, чем один бой с темной тварью. Ибо маги среди смертников имели свою ценность. Уже здесь, в академии, мне выдали садиста по кличке Злой Инженер. Что по какой-то причине упорно называл свои издевательства тренировками. А также напарницу, волей случая оказавшуюся дочерью того самого герцога Адаевского. Собственно, на этом краткое знакомство можно завершать. Хотя, есть еще кое-что. Те самые катары. Оружие мне подарила смертница по кличке Графиня. Когда-то оно принадлежало одному из ее бойцов, но разломы, что порождают темных тварей, беспощадны. Дикого, как звали того бойца, не стало. Зато у меня появились довольно интересные мечи. Или, скорее, длинные ножи. Однако, как только мы отправились обратно в академию, представленной крепостью... Это такой высший орган здания Церкви Света. Контролер изъял у меня оружие, и больше я его не видел. Сутки спустя уже в академии ко мне пришли какие-то непонятные взлохмаченные типы, измерили меня вдоль и поперек, чтоб через три дня отец Нор, официальный представитель крепости в академии, в торжественной обстановке, то есть в присутствии ректора и главы службы безопасности, вручил мне творение местных мастеров. Автоматизированные стальные катары, подогнанные под особенности моего организма. По сути, все тот же набор пружин, но исполненный с куда большим мастерством и изяществом. Длина выдвигающегося клинка увеличилась до 25 сантиметров. Причем он получил возможность трансформации. Отныне я мог выдвигать либо тонкий шип, способный проделать дырку даже в толстой броне, либо широкий, обоюдоострый клинок, чтобы кромсать плоть. Но самое странное и необычное заключалось в том, что мне позволяли носить это оружие в академии, ибо отныне оно являлось неотъемлемой частью смертника по кличке Макс. И стоит признать, сидело на мне это оружие на порядок лучше, чем предыдущее. «На сегодня с разминкой закончили», — заявил злой инженер, когда я в очередной раз сорвался с полосы препятствий. «Макс после обеда идет на полигон. Фарди на сегодня свободна. Смертник, сделай так, чтобы твоя напарница успела к завтраку». «Я тоже хочу на полигон», — прохрепела Фарди, из последних сил, удерживая себя в горизонтальном положении. «Стоять в планке и так непросто, тем более на одной руке. А когда на тебя сверху положили два десятикилограммовых блина от штанги, так и вовсе нереально. Нереально для обычного человека, ибо Карина стояла так уже несколько минут. «Сестра по крепости, нужна ли тебе помощь?» Я остановился в нескольких шагах от Фарди. С момента возвращения из разлома прошла неделя, за которую мы, не сговариваясь, выработали новый стиль общения. Нарочи-то любезный, с четким осознанием того, что через шесть месяцев мы превратимся во врагов. Когда-нибудь я убью Карину. Либо она меня. Другого варианта не существует, чтобы романтические книги не писали. «Как перестал существовать род Валевских, так перестанет существовать род Фарди. Иного не дано». «Если тебя это не сильно задержит, брат-смертник», в сходной манере ответила Карина, позволяя мне то, за что в приличном обществе вызывают на дуэль. Я поставил девушку на ноги и принялся очищать комбинезон от прилипших опилок, стружек и не пойми чего еще. Особенно пострадала задница, на которую Карина неоднократно падала. Однако Фарди спокойно перенесла эту процедуру. Ей куда важнее было выйти с арены чистой, чем не позволить дотронуться до себя смертнику, существу которого официально не существует. «Сумеешь ли ты добраться или тебя проводить, сестра по крепости?» «Хотела бы я отказаться от твоего общества, брат-смертник, но не имею такой возможности». Карина на меня только что не рухнула. Сил на самостоятельное передвижение у нее уже не было. К тому же появившиеся еще на первой тренировке правила о том, что прием эликсиров на восстановление разрешался только в собственных кроватях, никуда не делось. Два служителя света, приставленных ко мне и Фарди в виде контролеров, внимательно за этим следили. Что еще произошло примечательного за эту неделю? Пожалуй, есть две вещи, которые стоит выделить отдельно. Для начала у меня появилось четкое расписание дня. Подъем в 5.30. Полчаса на гигиену и транспортировку на арену. Двухчасовая разминка, после которой либо я тащил Карину обратно, либо она меня. Роли часто менялись. Душ. Завтрак. С десяти до двух дня череда занятий, часть из которых проходила в общих группах первого курса. Как же на меня смотрели студенты первогодки в первый день. Кажется, появись среди них крон, страха в глазах было бы меньше. Еще бы. Смертник с оружием! Спасайся, кто может! Ладно, это лирика. В два часа у меня был плотный обед, после которого начиналась самая жара. Основная тренировка со злым инженером. С четырех часов и до тех пор, пока я мог дышать. Потом еще полчаса. Ужин, чисто технически, начинался в девять, но у меня за семь дней ни разу не получилось до него доползти. После душа я падал в кровать и получал то, на что даже не надеялся. Личное время! Два часа личного времени! Правда, тратить его приходилось сугубо на чтение учебников, но мои соседи-смертники пользовались своим на полную катушку, умудряясь рубиться в какую-то игру со слепленными из хлеба костями. Ровно в одиннадцать вечера приходила смена надзирателей. Книги забирали, свет гасили. Церковники внимательно следили за тем, чтобы смертники отдыхали перед следующим днем. Вообще следили только за мной. Мужики страдали сугубо за компанию. Это было первое. Второе, о чем тоже стоит сказать, ежедневные часовые встречи с отцом Нором и одним из обладателей красной мантии. Время встречи постоянно менялось. Порой меня выдергивали с зарядки, с тренировки, лишали обеда. Служителей света вообще ничего не смущало. Усаживали меня за стол, устраивались напротив и начинали по сотому разу спрашивать одно и то же. Всех интересовал обрывок карты. То, как возбудились церковники, когда я рассказал о том, что получил от хозяина, словами не передать. Столько представителей службы безопасности крепости в одном месте я еще не видел. Казалось, вся академия ими заполонилась.